здравствуйте друзья добрый вечер мы тут с вами беседуем а в это время подсчитываются голоса на британском референдуме о том оставаться или нет великобритании в евросоюзе но в общем мы пока поболтаем на наши темы тема у нас такая приходила женщина работу ищет но она уже с опытом так не знаю года три-четыре там у нее есть и она была на проектах всевозможных причем иногда это просто контракт одно время она работала может быть даже пару лет в такой компании где позиция не была постоянная но все равно она была консультантом и и бросали с объекта на объект то есть весь ее опыт он как бы в проектах проект за проектом за проектом то есть она никогда не работала там три года на одном проекте ли там даже год и вот женщина так уже ну не моих лет ну там где-то на подходе и вот значит там ну чуть за 50 вот серьезная такая и приходит сегодня мы разбирали там что я спрашивают и как надо было бы правильнее ответить лучше ответить и так далее вот но вот она говорит ты знаешь часто задают в разных ситуациях вот эти два вопроса значит когда к позиция контрактная говорят а почему вы хотите на контракт они на постоянную позицию а когда позиция постоянная говорят ей а что вы все время на контрактах то были может быть вам не нравится работать на постоянный вот почему так значит и мы с ней сели разбираться с этим вопросом вот я хочу на эту тему поговорить дело в том что в принципе всякий ответ который вы даете он должен быть с одной стороны таким что имеет смысл да то есть люди слушать тебя говорят да это в общем в этом есть есть смысл в этом есть во второе он должен быть достаточно искренне понимать одно дело когда вы косите вот то что вы такой а другое дело когда вы сами в общем-то в это верите и и сами с этим согласны поэтому нач моя задача в данном случае прийти с таким ответом чтобы человек которому я даю рецепт чтобы он как бы мог этим рецептом воспользоваться эффективно значит пришли мы вот чему значит почему ты хочешь контракт и тогда значит она говорит так в данном случае она ведь что я как человек который ну поставить озабочен как бы своей своим профессиональным соответствием значит я одни не чувствую себя комфортабельно если я допустим свяжу себя с каким-то местом на долг на продолжительный период времени и потом я роста не будет я начну переживать то есть я я хочу постоянно расти поэтому скажем 6 месячный контракт но может быть 12 месячный контракт это почти идеальный для меня вот такой период времени когда я чувствую что я чему-то ну как-то подобрала что-то новое в технологиях я расту профессионально от проекта к проекту вот и я не чувствую себя допустим неуютно от того что я взяла постоянную работу а через скажем там год надо уходить потому что я перестала расти и как-то вот это мне было бы менее комфортабельно то есть фактически и и фокус это профессиональный рост это соответствие она не может себе позволить допустим делать одно и то же долго при том что индустрия ушла вперед и мы с ней так обсудили это дело и в общем в этом есть смысл а мы ну правда это правда в контрактах есть такое дело там есть еще одна вещь которую вы не хотите говорить слух на самом деле но если уж мы так между нами то мы знаем что когда ты с контракта на контракт переходишь ты движешься в зарплате вместе с рынком то есть если рынок например идет вверх а сейчас в общем то примерно такое время уже последние там лет несколько там скажем 5 а то и больше значит соответственно ты растешь вместе с рынком а эта работа была постоянно и ты бы может быть все эти пять лет там но будет вырос бы на 10 процентов и все поэтому чё тут говорить но это не то что мы отвечаем на вопрос когда нас спрашивают на интервью это правда вторая часть значит ситуации она приходит в контору а там постоянная позиция игра от отчеты на постоянных то не работаешь и тут как бы мы видим другую сторону этой же самые медали они не противоречивые мы мы не кривим душой и мы не косим под кого-то кто мы не есть мы просто видим разные аспекты одного и того же вот две стороны одной медали значит постоянная позиция когда человек находится на рынке вот у него нет работы и он находится на рынке это одна ситуация когда он работает и он пошел потихонечку на рынок это совершенно другая ситуация потому что он начинает перебирать у него туфли не жмут знаете значит он говорит я хочу вот скажу что была постоянная позиция в хорошей компании хорошие бенефиты недалеко от дома чтобы там не было там переработки особой по часам там и пошло и поехало и вот он себе так не спеша и выбирает когда у тебя работы нет и ты на рынке и ты уже берешь что попадается ну зависит от твоей способности быстро генерить там несколько предложений чтобы из них мог выбрать в идеале конечно хорошо иметь несколько предложений чтобы можно было бы или какие-то денежные резервы так что ты особо не не спешишь никуда или там допустим хорошая зарплата вторая в семье там и так далее поэтому ответ ее на этот вопрос такой причем он очень соответствует ее образу типажу такому ответственного серьезного профессионального человека это видно сразу вот вы начинаете разговорить вы понимаете что такой серьезный человек значит ответ такой я очень ответственный очень лояльный человек и я не могу например скажем выполнять какой-то проект и одновременно искать работу получше я не я как-то это не я вот я я я просто не такой человек поэтому когда у меня проект заканчивается то я нахожусь на рынке без какой-то другой работы то есть я беру то что быстрее приходит и у меня часто бывало что вот допустим берешь какой-то проект так а через месяц звонят откуда-то где там вот с постоянной позиции этом 2 интервью прошло и там они неизвестно куда пропали видите через месяц звонят когда ты уже работаешь и говорят вот вам offer а куда же offer когда я работаю поэтому это просто как бы результат не не ваших приоритетов в выборе работы а это ну этой женщины моих приоритетов да как быстро от первого лица а это результат того что я просто как бы так не ищу работу когда работаю это зачастую еще связано с тем если допустим знать что у тебя контракт кончается там через месяц может быть уже за месяц можно было бы начать там я не знаю как то по чуть-чуть но очень часто они же говорят там будет возможно будет там extension возможно будет там новое финансирование вас возможно будет новый проект возможно вы там еще чего-то никогда никогда неизвестно что и где и действительно часто бывает что там берешь контракт там на три месяца проработаешь 10 причем еще сам уйдешь но я не вне про нее конкретно говорю но часто бывает начинаешь трехмесячного контракта а потом там на всю жизнь в одной конторе и остался поэтому вот как бы мы ей такую версию и это действительно так самое интересное что это действительно так она когда работает никогда ничего не ищет она никогда не никогда не пыталась найти работу лучше она пыталась всегда на той работе на которой она есть значит по максимуму набраться того что там происходит ну чего можно набраться из то что называется маркетабл скиллс для следующего проекта и так далее это абсолютно ее образ и я почему это рассказываю потому что много есть добросовестных таких ответственных людей серьезных и в принципе им бы тоже такой значит подход подошел и я еще раз хочу сказать что есть люди которые во всем ищут какую-то гадость и они говорят ой ты смотри вот он значит ему как только вопрос меняется он начинает тот же с другим ответом вот нужно быть твердокаменным таким знать как кирпич вот то есть как бы претензии в том что человек не кирпич человек не должен быть кирпичом и кувалдой не должен быть эти лужи и грязи не должен быть и кучей навозной не должен быть человек есть человек поэтому как только у тебя есть элементарный здравый смысл на месте что необходимо для любой нормальной работы то ты понимаешь что можно смотреть на одно и то же совершенно разных сторон и и обе эти стороны и не обе то обе и 10 и 25 этих сторон они все существуют одновременно и они не противоречивы абсолютно не противоречивы так что если кто-то думает что мы тут что-то в игрушки играем нет мы абсолютно по-честному вот такая у меня мулька из сегодняшних разговоров счастливо